с вами николай пивненко в проекте дата на календаре 14 января старый новый год дело в том что приняв христианство русские считали началом года 1 марта позже в 1492 начало года переносят на сентябрь а в 1700 по указу петра великого на 1 января старого стиля то есть 14 января по-новому вот так все и получилось правда не забудьте что были еще большевики которые тоже кое-что упразднили в любом случае ясно одно в нашей стране два новых года новый год обычный и старый новый год с которым мы вас и поздравляем а в греции сегодня день святого василия он был известен своей добротой и греческие дети оставляют свои ботинки у камином надежде что святой василий заполнит ботинки подарками но теперь о родившихся 14 января 1790 год в этот мир приходит александр сергеевич грибоедов писатель дипломат автор горя тума а в 1827 году петр семенов тиньшанский русский географ путешественник руководитель русского географического общества организатор первой переписи населения в россии 1911 год рождается писатель анатолий рыбаков кортик бронзовые птицы и многие другие произведения 1948 год день рождения валерия харламова нападающего цска и сборной ссср заслуженного мастера спорта двукратно олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира лучший хоккеист ссср 72 и 73 80 и 81 харламов много дела для становления мастерства лидеров новой волны нашего хоккея правда самому харламову не довелось поиграть в нхл он погибает в автокатастрофе 27 августа 1981 его именем называют хоккейную школу цска но теперь о некоторых событиях этого дня 1813 год русские войска переходят нем он начинается освобождение европы от наполеона а в 1814 в петербурге открывается императорская публичная библиотека следующее событие имеет прямое отношение к 1863 году вводится в россии монополия на продажу спиртного ну а в 1929 году в ходе укрупнения единиц административно-территориального деления рсфср образована центрально-промышленная область через несколько месяцев после учреждения область переименовывается в московскую в 1931 году город москва выделен самостоятельно административно-хозяйственную единицу многим поселениям присваивают самые различные статусы городской поселок и так далее появляются новые города и все это связано с московской областью красногорск долгопрудный фрязино электросталь и конечно люберцы ну а в 1942 году правда публикует стихотворение жди меня и константин симонов сразу становятся обладателем одного из самых громких литературных имен это стихотворение посвящено актрисе валентине серовой сотни раз она будет перепечатана и переиздана и будет выпускаться даже как листовка постоянно читаться по радио и с этим стихотворением многие вы будут выступать с эстрады жди меня я вернусь всем смертям назло кто не ждал меня тот пусть скажет повезло не понять не ждавшим им как среди огня ожиданием своим ты спасла меня как я выжил будем знать только мы с тобой просто ты умела ждать как никто другой 1953 год маршал тита избирается первым президентом республики югославия сегодня на гробнице из светлого мрамора позолоченными буквами написано имя и оси брости то вокруг пальмы лианы папоротники тита страстно любил растения 75 году для него был построен этот зимний сад именно здесь он и хотел быть похоронен сейчас это мавзолей который называют домом цветов он находится в музее истории югославии самом посещаемом музее белграда в 1988 году в столице португалия лиссабоне устанавливается памятник собаки жужу она спасла своих хозяев из огня выжившие и благодарные хозяева настояли чтобы образ четвероногой любимицы был запечатлен еще при жизни и у них это получается есть разрешение и памятник устанавливается 1989 год пол маккартни записывает альбом back in the u.s.s.a выпущены только в советском союзе выйдут целых две версии альбома цена за них сша будет достигать тысячи долларов того времени изобретение дня 1690 год в нюрнберге изобретают кларнет рекорд во время гавалиарской торговой ярмарки 1996 году это в индии некто йоги шарма за 8 часов пожал руки 31 118 раз и это рекорд ну и самое последнее 2010 год часы конца света переведены на одну минуту назад каждый год у конспиролога возникает новой версии конца света ближайшие даты записывайте 2026 год столкновение со стероидом 2060 по версии ньютона земля соскачет с катушек а 3797 год солнце так разогреется что буквально съезд нашу планету так что пока мы еще поживем хотя кто знает может конец света уже давно наступил а мы в делах наших праздных этого просто не заметили с вами был николай пивненко в проекте дата